Мордовская глубинка В Краснослободске ученица многопрофильного лицея Ксения Лункина выпустила сборник стихов и рассказов. Девочка с пяти лет пристрастилась к чтению, а полтора года назад начала писать стихи. Сейчас Ксении девять лет и у нее уже более ста произведений, которые вошли в книгу под названием «Солнечные зайчики». Ксения Лункина учится в третьем классе. Она отличница, участница различных конкурсов и предметных олимпиад. В копилке уже 70 грамот и дипломов. Девочка одна из лучших учениц детской школы искусств. Хорошо рисует и вышивает. Ставит домашние концерты, играет на синтезаторе. Стихи начала писать полтора года назад. За короткое время творческих работ у Ксении накопилось много, порядка ста. Свои произведения ученица создает по настроению. Сборник стихов под названием «Солнечные зайчики» вышел в декабре. У Ксении было много помощников. Мама, папа, бабушка, учительница. Они во всем ее поддерживают, а сверстники радуются таланту своей одноклассницы и уже зачитываются творчеством юной поэтессы. В ночь на 19 января верующие по всей республике окунались в прорубь, а житель Отяшевского района не ждет православных праздников. Он ежедневно обливается холодной водой, независимо от погоды и времени года. Главные правила Николая Буянова – ни дня без обливания на свежем воздухе. При этом моржом он себя не считает, хотя босиком по снегу ходил в раннем детстве. В результате ни одного обращения к врачам за 66 лет. Движемся далее. В Левле, Амберском районе, в Александровской школе отремонтировали спортзал. Это произошло благодаря партийному проекту «Единой России. Детский спорт». Он помогает создавать условия для развития спорта в сельской местности. Теперь школьники играют в футбол и волейбол в обновленном спортзале, который соответствует всем современным требованиям. Так выглядел спортзал этим летом. Внутренние отделочные работы в самом разгаре. Рабочие уже установили окна и двери, провели проводку, установили все двери, стены в помещениях, подготовили под покраску, проложили канализацию. А так выглядит полностью готовая и обновленная спортивная площадка сейчас. Здесь отремонтировали раздевалки, заменили электропроводку и закупили новый спортивный инвентарь. Осталось ждать новых спортивных рекордов от школьников. А в Ичалковском районе летняя эстрада не выдержала испытаний снегопадом. Новенькая сцена располагалась в парке в центре Кемли. Под тяжестью снега крыша эстрады рухнула, сложив конструкцию пополам. А ведь монтаж сооружения закончили только в декабре прошлого года. На покупку материалов и оплату работ ушло почти 370 тысяч рублей. Эстрада и сцена-трансформатор должны были стать новой площадкой для творчества и развлечений. В теплое время года здесь планировали проводить концерты. Что предпримут после обрушения эстрады, пока неизвестно. Теперь перейдем к вашим письмам. Первое послание из Нцарского района. Здравствуйте, Ольга и все, кто смотрит программу «Республика». Я хочу передать привет своему брату Василию и его жене Марии. А также поздравить их с днем свадьбы. На 20 января их семье исполняется 15 лет. Желаю, чтобы вы продолжали жить в мире и согласии, здоровья и счастья. Еще хочу поздравить свою соседку Надежду Николаевну с рождением внука. Пусть малыш растет в любви и заботе и радует родных и близких крепким здоровьем. Юлия Ефимова. Как показывает жизнь, поводов для радости может быть много. Главное, чтобы было с кем разделить счастливые минуты. А хорошая песня сделает их еще ярче. Всем, друзья, я искренне желаю Пусть у нас все будет так, как надо Наша жизнь пусть будет хороша. И пускай все будет в шоколаде И веку, и ты поет душа. Жить красиво и счастливо Будем долгие года. Лишь бы радость в нашем сердце Не исчезла никуда. Жить красиво и счастливо Нам не могут запретить. Лишь бы было в наших силах Так еще сто лет прожить. Пусть легко живется, будто в сказке Пусть нам светят звезды даже днем. Чтоб катались все мы, как сыр в масле И добром ломился каждый дом. Дай же Бог, всего нам и немало Разорьем и выпьем не спеша. Вновь поднимем полные бокалы Пусть лихует и поет душа. Жить красиво и счастливо Будем долгие года. Лишь бы радость в нашем сердце Не исчезла никуда. Жить красиво и счастливо Нам не могут запретить. Лишь бы было в наших силах Так еще сто лет прожить. Лишь бы было в наших силах Так еще сто лет прожить. Следующее письмо. Пришло из Ичалковского района. Добрый день. Пишу из Кемли. Хочу рассказать немного о своей бабушке Лидии Кирдяшкиной. Она 42 года проработала библиотекарем и прививала мне любовь к чтению. Не забывает она о своем любимом деле и будучи на пенсии. А еще у нее 23 января день рождения. Я поздравляю ее с этим днем. Желаю крепкого здоровья, любви и беречь себя. Мы всей дружной семьей скоро придем в гости. Алина Кичимайкина. Поздравить с днем рождения, с праздниками и просто передать привет вы всегда можете, написав письмо по адресу. Город Саранск, улица Ладыгина, 3. Редакция Народного телевидения Мордовии. Или позвонив по телефону 8 951 056 91 79. Опять январь, а я не знаю. Я не волна, а ты не берег. И глубину моей потери Словами невозможно передать. Твои глаза мне будут сниться. Моя душа к тебе летит, как птица. Пусть все однажды повторится. Но сколько можно, сколько можно ждать. За белыми, за белыми неделями, Как птицы одинокие летели мы. За той весной, что ночи не давала сна, За той, которая мне так нужна. За белыми, за белыми неделями, Ко птицы одинокие летели мы. За той весной, что недопили мы до дна, За той, которая мне так нужна. Опять февраль, а я не знаю, Когда последний лёд растает. Кто не любил, тот не страдает, А кто не верит, тот не будет ждать. Твои глаза мне будут сниться. Моя душа к тебе летит, как птица. А эти слёзы на ресницах, Я просто не умею их скрывать. За белыми, за белыми неделями, Как птицы одинокие летели мы. За той весной, что ночи не давала сна, За той, которая мне так нужна. За белыми, за белыми неделями, Как птицы одинокие летели мы. За той весной, что недопили мы до дна, За той, которая мне так нужна. За той, которая мне так нужна. К другим темам. Начинающие фермеры из Мордовии готовы к новым производственным высотам. Среди них специалисты из Тенгушевского района. Евгений Типаев с раннего возраста занимался сельским хозяйством. Сначала разводил кроликов, потом начал работать помощником комбайнера. После окончания аграрного института устроился ветеринаром в родном районе. А в 2012 году открыл свою ферму. Благодаря грантовой программе ему перечислили полтора миллиона рублей. На эту сумму Евгений закупил 15 голов скота и новый трактор. Со временем увеличил поголовье, постоянно изучал и применял на практике новые технологии вращивания и содержания крупного рогатого скота. В прошлом году, получив еще один грант, начал строительство молочной фермы на 50 коров. Сейчас в его хозяйстве содержится более 100 голов КРС. Строительство фермы практически завершено. Осталось наладить оборудование. В ближайшее время все скотоместа будут заполнены и начнутся первые дойки на новой ферме. В Большеберезняковском районе молодые специалисты тоже активно работают в сельхозпредприятиях. Так, в Марьяновке агрофермы управляет почти вчерашний выпускник Владислав Осипов. Сразу после получения диплома он приступил к работе и спустя год его повысили до руководителя. О том, как молодому специалисту удается управлять большим предприятием и добиваться успехов на своем поприще, расскажем далее. На первый взгляд и не скажешь, что Владислав Осипов родился и вырос в городе. Он быстро освоился в агроферме, будто с самого детства его окружали поля и комбайны. Однако для взлета по карьерной лестнице не обязательно иметь многолетний стаж. Достаточно быть компетентным специалистом и качественно выполнять свою работу, чтобы со временем доверили одной из самых больших хозяйств в районе. В нашем распоряжении 4,5 тысячи гектар пахотных земель, более тысячи голов крупного рогатого скота. То есть в распоряжении нашей организации самый большой сортировочный комплекс у нас в районе, который по этому году позволял осуществлять сортировку до 250 тонн в сутки. То есть хозяйство достаточно крупное и в этом году показало неплохие результаты. Владислав Осипов устроился в агроферму в 2015 году. Сначала он проходил здесь практику над зерноуборочным комбайном. Молодой специалист показал отличные результаты и ему предложили остаться. После этого Владислав начал работать комбайнером. Затем его повысили до главного инженера. Так как у него все получается, он готов к работе. И в 2017 году было принято решение его назначить на должность директора. На сегодняшний день пока работает. Ничего получается. Конечно, методом ошибок это все встает на свои места и все нормально получается. Парень работает. Сейчас под руководством Владислава Осипова трудятся сотни человек. Ежедневно в агроферме ведется большая работа. Казалось бы, несколько месяцев назад собрали урожай, как пора позаботиться о грядущих посевах. Не говоря уже о том, что крупный рогатый скот требует внимания круглый год. Однако трудности молодого директора не пугают. Наоборот, он готов к новым достижениям. Тяжело приходится, наверное, на любой должности, на любой специальности. То есть понятно, что где-то помощь и советы старших товарищей, то есть база знаний, которая была получена в период обучения в высшем учебном заведении, скажем так. То есть понятно, что все приходит через ошибки, через какие-то нестандартные ситуации. Понятно, что готовых специалистов мало, и всем приходится набивать руку уже по ходу работы. По словам Владислава Осипова, жить и работать на селе ему нравится, тем более, что в начинаниях его поддерживают не только коллеги. При устройстве на работу Владислав вступил в государственную программу, которая материально помогает молодым специалистам, работающим на селе. А в Инсарском районе подвели итоги работы фермерских хозяйств и выяснили, кто лучше всех справился с работой. Удачнее всего прошедший год сложился для фермерского хозяйства Владимира Борисова. С каждого гектара хлеборобы получили по 25 центнеров зерна. Всего рабочие намолотили 1250 тонн. Это лучший результат в районе среди фермерских хозяйств. Теперь коллектив сельхозпредприятия настроен на то, чтобы в этом году добиться не менее весомых результатов. Продолжаем программу «Новые победы» воспитанников Большегнатовского дома детского творчества. Они принимали участие в конкурсе «Вместе со мной молодеет планета». За победу боролись школьники из 30 регионов страны. Они отправили на конкурс 256 работ на номинацию «Декоративно-прикладное творчество». Мордовия по итогам стала одним из самых активных регионов. Конкурс был посвящен 100-летию Ленинского комсомола. Наталья Семенова, ученица Большегнатовского дома детского творчества, завоевала гран-при. Она связала крючком куклу-комсомолку. Другая ученица, Алена Ермушева, вышла картину и заняла второе место. На этой позитивной ноте хочу завершить очередной выпуск программы «Республика» о том, что происходит в районах Мордовии, продолжим рассказывать на следующей неделе. Я, Ольга Данилова, прощаюсь с вами. Увидимся в следующую субботу. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!